Иисус, исполненный Духом Святаго, возвратился от Иордана и поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во многовении времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне. И я, кому хочу, даю её. Итак, если ты поклонишься Мне, то всё будет твоё. Иисус сказал ему в ответ, отойди от Меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И повёл его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнёшься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончил все искушения, дьявол отошёл от Него до времени. И возвратился Иисус в селе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Сегодняшнее Евангельское ищение повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос был искушаем дьяволом в пустыне после своего крещения на реке Йордан. Прежде чем перейти к самим искушениям дьявола, стоит подумать, а для чего вообще Сын Божий попустил дьяволу искушать его? Зачем нужны были эти искушения Христу? Неужели он как-то усовершенствовался после них? Последнее же утверждение сразу же стоит отбросить, так как Господь Иисус Христос, будучи истинным Богом, не подлежит какому-либо изменению, ни усовершенствованию, ни тем более ухудшению. Как говорит святой апостол Павел, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Господь проходит искушение не для себя самого, но для всех нас, чтобы показать нам пример поста, молитвы и борьбы с врагом рода человеческого дьяволом. Христос перед тем, как выйти на общественное служение и проповедь Евангелия, приступает к посту и молитве и тем самым показывает, что пост и молитва – это величайшее оружие против козней нечистой силы. И чем более мы предаемся посту и молитве, а не чувственным наслаждениям, тем менее мы уязвимы для дьявола. Проведя 40 дней в посте и молитве, Господь, как гласит Евангелие, напоследок взолкал. Именно в этот момент ко Христу приступает дьявол. По словам святителя Иоанна Златоуста, чревоугодие – это не что иное, как излюбленное искушение дьявола. Именно к нему он прибегает, желая совратить человека. Увидев взолкавшего Христа, дьявол тут же предлагает ему первое искушение. «Если ты сын Божий, то повели этому камню сделать со хлебом». Однако Господь отвергает предложение сатаны. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Святой праведный Иоанн Крыштадский поясняет, «Человек, существо духовное и бессмертное, может быть жив не от одного только хлеба и разных снедий, но от Слова Божьего и гораздо более от Слова Божьего, чем от хлеба». А тот факт, что Господь не совершает чудо превращения камней в хлебы, показывает, что не всегда и не везде чудо может быть уместно. Так преподобный Исидор Пелусиот пишет, «Камни не обращены Христом в хлебы, потому что прошение было суетно и прилично только просившему. Бог же подает все числом и мерою и сообразно с потребностью, а здесь и просимое было излишне, и чудотворение вовсе неблаговременно». Следующим искушением дьявола было предложение власти над миром. «Пачий ангел говорит Христу, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Но Господь и это предложение Сатаны отвергает, говоря, «Отойди от меня, Сатана!» написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». «Нельзя ради материальных благ, какими бы они ни были, отказаться от Бога и воздать почитание твари вместо Творца». Бог — это единственное существо, заслуживающее поклонение, потому что именно Бог является источником всех наших благ. Хоть зачастую, к сожалению, мы об этом забываем. Третье же, последнее искушение дьявола, было направлено на испытание самих отношений человека с Богом. Как гласить Евангелие, дьявол взял Христа, повел в Иерусалим и поставил его на крылья храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». Однако и это искушение Господь преодолел. Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Нельзя искушать Бога и требовать от Него чуда там, где чудо не нужно. Преподобный Исидор Пилосиот отмечает, «Бог посылает свою помощь тому, кто в опасности, а не тому, кто Его искушает, тому, кто в нужде, а не тому, кто все делает на показ и ждет пустой славы». Читая сегодняшний Евангелие, мы должны помнить, что спасение человека – это сложный процесс. Путь к Богу тяжек и тернист, потому что на этом пути нас подкоруливает и пытается погубить враг рода человеческого дьявола. Он будет делать все, дабы не дать нам возможности хоть на миллиметр приблизиться к Богу. Однако в то же время сегодняшний Евангелие указывает нам и те средства, благодаря которым мы можем победить и отразить все искушения дьявола. Этими средствами являются пост и молитва, которые, по словам преподобного Яна Лесвичника, словно два больших крыла, способны оторвать нас от суетной жизни и вознести ввысь к Богу, Его вечное и блаженное Царство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова